В Люберцах прошло расширенное заседание, на котором подвели итоги отопительного периода. В нем приняли участие представители администрации, руководство управляющих компаний, депутатский корпус, а также жители городского округа. О том, как справились люберецкие коммунальщики зимой и как будут готовиться к следующей, узнаете из нашего сюжета. На подготовку к отопительному сезону 16-18 годов было израсходовано 778 миллионов рублей. Эти средства направили на модернизацию трех котельных, реконструкцию двух ВЗУ, а также на капитальный ремонт 129 многоквартирных домов. Кроме того, предприятия жилищно-коммунального комплекса провели масштабную работу по замене и ремонту тепломагистралей, а также участков водопроводных, инженерных и канализационных сетей. Готовиться к холодам и предпринимать необходимые меры для безаварийного отопительного сезона руководство района начало еще летом. Возможно возникающих проблем и вопросов с июня до конца сентября в администрации проводились заседания постоянно действующей комиссии по контролю за ходом подготовки объекта жилищно-коммунального энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Люберца к осенне-зимнему периоду. Выявить допущенные ошибки, недоработки, чтобы не допустить их в дальнейшем сейчас, когда подготовка к очередному отопительному сезону уже не за горами, этот вопрос особенно актуален. Однако ресурсоснабжающие организации уже запланировали расходы к следующей зиме. К примеру, Люберецкая теплосеть готова потратить более 160 миллионов рублей. Эти деньги направят на реконструкцию двух центральных тепловых пунктов, монтаж и наладку силового электрооборудования, а также на различные ремонтные работы. Подготовиться к новому отопительному сезону и пройти зиму без аварий. Это самая главная основная задача. В конце расширенного заседания руководители управляющих компаний ответили на вопросы жителей. Затем состоялось награждение победителей конкурса «Дом, в котором я живу» – «ШКХ глазами детей». За добросовестный труд и профессионализм награду также получили лучшие работники системы жилищно-коммунального хозяйства.